Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Тема сегодняшняя у нас очень интересная. Она называется «Неврологические расстройства у детей школьного возраста, причины их появления, как они проявляются и профилактика». У нас сегодня в студии Чубарова Светлана Петровна. Это главный внештатный детский специалист-невролог, заведующая детским неврологическим отделением Детской областной клинической больницы. Здравствуйте, Светлана Петровна. Здравствуйте, Сергей Ильич. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну, конечно, вопросы, которые мы сегодня хотели бы затронуть, они очень многогранны, многолеки и очень актуальны. Ведь все расстройства неврологические, психоневрологические, психологические начинаются гораздо раньше, чем школьный возраст наступает. Они начинаются в раннем дошкольном возрасте. Но, понятное дело, когда наступает второй возрастной криз, и он совпадает чаще всего с поступлением в первый класс, тогда они возникают наиболее ярко, и вот в этом уже возрасте нужно будет корректировать их. И потом второй возрастной криз, который бывает в районе сейчас уже 10-12 лет, если ранее это было 13-14 лет, то сейчас это 9-10-11-12 лет. Вот это уже возраст, когда ребенок переходит в общую школу изначально. Такое критически своеобразное. Да, да, да. И он совпадает, мало того, со взрослением ребенка, еще и с повышенными требованиями к нему. Светлана Петровна, ну вот понятно, что ребенок идет в школу, он познает мир, у нее начинается общение, появляются новые какие-то взаимодействия с одноклассниками, с друзьями во дворе, в секциях, в кружках тоже, значит, с родителями новые тоже отношения возникают. Вот и бывает, что у каждого ребенка свой темперамент, своя нервная система, своя какая-то стрессоустойчивость, да, и поэтому каждый из них влияет, ну вообще как бы по-своему реагирует на все эти изменения, какие-то критические ситуации, стрессы и так далее, так далее. И иногда бывает так, что родители видят, что что-то происходит, а причину понять не могут. И даже бывает так, что ребенок даже замыкается как-то себе, да, и вот именно вот необходимо, вот вы как специалист скажете, не пропустить эту тонкую грань, когда нужно уже именно обратиться к специалисту. Вот поэтому мы вот эту тему с вами сегодня взяли, да, я думаю, она найдет очень большой отклик, потому что у нас поступало очень много вопросов тоже на телевидении. И вот мой вопрос следующий, вот ребенок пошел в школу, нагрузки, надо делать уроки, домашние задания, и получается, что ребенок не всегда это хочет делать. Вот как сделать так родителям, чтобы все-таки не заставлять его, а чтобы как-то проявлять какую-то инициативу, чтобы какой-то самоконтроль появлялся, вот как вы думаете? Ну, начнем тогда с раннего школы. Да, да, вот с самого, да, первого периода вот этого. Да, да. Как правило, дети в первый класс идут подготовленные. И поверьте мне, те амбиции, которые родители не сумели воплотить, и свои желания, навыки какие-то у себя, они стараются воплотить это в своем ребенке, не думая о том, что первый класс – это вообще стрессовая ситуация. Адаптация какая-то, да? Да, стресс, адаптация. Это и вот в зависимости от того, как ребенок пройдет эту адаптацию, так дальше и будет формироваться его эмоционально-поведенческая сфера. Это очень сложный период. И, как правило, проявления таких жалоб, вот о которых вы сказали, они возникают где-то к концу первой-второй четверти. Ну, что хочу сказать. Во-первых, это для маленького такого ребенка должен быть режим дня. Обязателен. Сон должен быть не менее 9,5 часов. Домашние задания нужно начинать делать где-то в 16-16.30, а до этого отдых. Если есть возможность ребенку отдохнуть со сном, то это будет вообще замечательно. Потому что он привык к этому, да, уже в детском саду даже. Конечно, конечно. Плюс ко всему, желательно ребенку в первом классе не получать каких-то новых знаний. В плане того, что записали музыкальную школу в первом классе, записали на танцы, записали еще куда-то в какой-то кружок. Максимальное, что для ребенка нужно в этот период, да, в первом классе, это спортивные процедуры. Бассейн, прогулки на свежем воздухе, футбол, в конце концов. Но не секции, допустим, которые требуют пятиразового посещения. Не более 4 часов в неделю дополнительных занятий должно быть у первоклассника. И поэтому я считаю, что это следует обязательно выполнять. Потому что я-то уже вижу обратную сторону медали. Потому что ко мне приходят дети, которые, ну как, ничего им не имело. Во-первых, они начинают жаловаться на головную боль. Во-вторых, они начинают жаловаться на нарушение сна. Они начинают замыкаться в себе, уходить в виртуальную реальность. Ведь не секрет же, что сейчас гаджеты, они ворвались в нашу жизнь, и уже по-другому не будет. Хотя в России очень много дебатов на эту тему. Нужно ли ребенку, значит, давать время для гаджета? Или же, как вот мы выросли же? Выросли же мы без них. Но, поверьте, такого не будет. Технологии, конечно, идут вперед. И поэтому много профессий уже связано именно с этим. Но хочу сказать, что в этом возрасте для ребенка телевизор, компьютер и еще что-то, телефон, должно быть как мотивация посмотреть. Вот ты сделал все уроки, значит, вот ты, пожалуйста, хочешь отдохнуть, поиграть. То есть в плане какой-то награды даже, да? Абсолютно точно, да. Вот ты заслужил. Ничего такого в этом нет. Ну, получается, даже, Санкт-Петербург, вы затронули уже даже две темы. Вот вы сказали про гаджеты. Я как раз хотел сказать, вот некоторые родители, ну, как говорится так, злоупотребляют немножко тем, что отдают ребенка в секции, в кружки, чтобы у него заполнить полностью этот мир. В том числе, чтобы как бы отградить его от гаджетов, от компьютеров. Ну, не секрет, что многие родители дают телефон на целый день, и, поверьте, я это наблюдаю почти ежедневно. Да, да, ежедневно. Посмотрите, если, допустим, мама сидит в телефоне, ребенок тоже в телефоне. Конечно, конечно. Вот, и ребенок что-то, например, спрашивает у мамы. И это же повсеместно. И мама, ну, отмахивается от него никаких, значит, она же занята, она же в телефоне, она же просматривается. Ну, появится отчужденность, закрытость. Совершенно верно. Конечно, он уйдет и будет в соцсетях. Он там будет искать себе друзей. Но это и неплохо, искать себе друзей. Но когда ребенок закрывает комнату и постоянно сидит в телефоне, родителям надо обязательно встревожиться и подумать, в чем дело-то. То есть, прежде всего, Слава Анатольевна, все-таки родители должны стать такими друзьями, да? Друзьями. И какими-то единомышленниками в каком-то смысле. Вот, кстати, Слава Анатольевна, как вы считаете, вот как специалист тоже, вот с какого возраста у ребенка все-таки нужно спрашивать его мнение? Чем он хочет заниматься? В какой, может быть, там секции или в каком кружке? Или родители это должны как-то замечать? Как-то вот в нем что-то, какие-то проявления, да? Вы знаете... Тягу к чему-то? Нельзя же навязывать в этом плане абсолютно. Отлично. Вообще, прежде чем даже пятилетнего ребенка отправить куда-то, ну, дети у нас в основном все интеллектуально развитые, очень рано, да, потому что много информации получают, мы должны спросить у ребенка. Напрямую прямо? Да, напрямую. Понятное дело, мы должны подправлять. Есть дети, которые, например, негативно будут к этому относиться. Но сколько случаев бывало таких, что обращаются, значит, с болями в спине, с головными болями, а когда начинаешь все это дальше рассматривать и выяснять у ребенка, и с психологами, значит, разговаривать, получается так, что проблема-то не в том, что болит спина, а проблема в том, что я не хочу ходить на спортивную гимнастику. Понимаете? Ну, или хотя бы даже, я думаю, даже, может быть, надо даже пробовать как-то, да, то есть, вот, например, сказать ребенку, давай попробуем, да, не понравится, значит, что-то другое попробуем. Понравится, значит, будешь ходить и заниматься. Только такие отношения доверительные с родителями могут привести к хорошему эффекту, к позитивному. Санкт-Петербург, ну, исходя из нашей темы сегодняшней программы, вот, неврозоподобное состояние у детей, вот, неврозы сами по себе, причины их появления, значит, как они вообще проявляются сами по себе, и, ну, вообще, какова их профилактика все-таки, вот, и сразу, может быть, даже затронете, есть ли эффект от медикаментозной терапии, от физиотерапии, может, какие-то сейчас новые методики есть, диагностики, лечения? Ну, неврозы – это в основном, конечно… Это же клинический диагноз, все-таки. Клинический диагноз, да. Это прерогатива в основном уже среднего школьного возраста. Да, да. Вот это тот возраст, который сейчас уже начинает свое проявление с 9 лет. То есть, когда возникают протестные реакции, когда я отказываюсь делать домашние задания, когда я отказываюсь идти, допустим, на какие-то мероприятия в те же самые кружки и секции, тут обязательно нужно выяснить, в чем же дело. Как правило, дело в отношении со сверстниками, в отношении с педагогами, и, ну, когда у ребенка что-то не получается. Понимаете, вот в этом возрасте, в подростковом, можно уже сказать, что в подростковом возрасте и формируются неврозы. Как сейчас тоже модно говорить, психосоматические расстройства. То есть, ребенок, какой-то ребенок убегает от проблемы, допустим, закрывается в своей комнате и все время проводит время только с телефоном. Какой-то ребенок начинает жаловаться на боли или там на какие-то болезни, которые в результате чего родители не поведут его в школу. А это может быть и то, что ребенок, допустим, боится выходить к доске, боится выглядеть смешным. То есть, какие-то страхи появляются, да? Да, именно страхи, именно страхи приводят к неврозам. И он о них не может рассказать, не может поделиться. Вот это надо, получается, тактика родителей, вот как-то надо вот это все... Ну, вы же понимаете, что в этом возрасте мало детей, которые готовы откровенничать с родителями. Но в этом виноваты мы, родители. Только мы, родители. Ну, специалисты тоже могут научить это, наверное, в какой-то степени родителям. С родителями тоже надо разговаривать на эту тему. Разговаривать, обязательно. Учить этому, как выход в родительность. Понимаете, детям нужно говорить больше «да», чем «нет». И тем не менее, нужно уметь говорить «нет». Понимаете? И если ребенок ведет себя несносно, а родитель должен его любить, любить и еще раз любить. Понимаете? Должны быть в семье проявления чувств. То есть, нужно... Неравнодушие какого-то, наверное. Неравнодушие, даже телесные какие-то ощущения, обниматься. Ребенок должен видеть, что в семье любят друг друга, в семье озабочены ситуации каждого. То есть, мама, папа, брат, сестра. И вот если, допустим, вот этого всего избежать, то тогда, значит, можно выправиться и без специалиста. И не назначать никакую терапию лекарственную. Ну, вначале, конечно, все стараются идти на адаптогенах, на фитотерапии. Ну, если уже дело дошло до того, что, например, нескончаемые головные боли, что мы и так не можем сами справиться, конечно, мы вначале предлагаем еще и работу с психологом. Ну, а потом уже доходим до медикаментозной терапии. Ну, то есть, это нужно вообще, то есть, просто правильно доносить до родителей, что это необходимо сделать. Это такой шаг очень ответственный, очень важный. Да, конечно. Работа с психологом иногда может даже не то, что там отсрочить, а вообще даже исключить какое-то медикаментозное лечение. Правильно? И то, что там физиотерапию, и какие-то... Это же все равно воздействие, правильно? Конечно. Конечно. Страшно это в основном в головных болях не пропустить что-то серьезное. Понимаете? А оценить это может только специалист. Да. Сантрон, ну вот еще вы уже сказали про подростковый возраст. Ведь как раз именно в подростковом возрасте возникают различные вот такие ситуации, когда там ребенок уходит из дома, ищет какой-то поддержки у друзей во дворе, там, да, суициды иногда даже, и такие вещи происходят, да, страшные. Ну, это действительно надо признать, что это бывает, да, такие случаи. Вот как этого избежать? Вот где родителям действительно поймать эту грань, когда нужно действительно прям вот бегом брать ребенка, да, брать подростка и идти к врачу. То есть действительно уже родители даже не смогут с этим справиться, правильно? То есть бывают такие ситуации. Да, вы знаете, начинается это все прямо, вы знаете, с банальности, с мелочей. Ну, во-первых, подростка никогда нельзя критиковать. Конечно. Во-вторых, никогда не надо его сравнивать с кем-то, со сверстниками или там с братом-сестрой. Ну, позволять выражать ему свое мнение, соглашаться с этим мнением. Ну, даже вот фраза «а я в твоем возрасте» там, да, ну это же вообще просто. Совершенно верно. Ребенок индивидуален, поэтому каждый, да. Я понимаю, что очень сложно, очень сложно это все вот, все это делать действительно. Ну, взрослому надо себя как-то даже побороть в этом плане, как-то свое «я» немножко убрать чуть-чуть. Иначе можно ребенка потерять. Ну, бывают, конечно, когда протесты вырастают до того, что ребенок отказывается ходить в школу, и к нам обращаются такие дети с такими проблемами, уход. Ну, тогда есть препараты, которые применяются при социофобиях, при депрессивных расстройствах, при поведенческих нарушениях. Здесь уже это серьезное такое должно быть. Это уже серьезное лечение, наблюдение, да, обязательно доктора. Но нужно стараться не допускать. Потому что, во-первых, и адаптационный срыв, вот этот вот, когда человек меняется, понимаете, во-первых, у него меняется физиологический статус, гормональный статус, и вдобавок ко всему, ну, вырастает нагрузка в школе. Поэтому, конечно, ему справиться с такой лавиной проблем, обрушившихся на него, невозможно просто. То есть, другими словами, Санкт-Петербург, в каждом ребенке, в каждом подростке нужно видеть личность. Да. И в какой-то степени на равных, да, на равных все-таки стараться общаться. Да, на равных только путем компромиссов. Вот, да, не получается у нас вот так, чтобы ребенок ложился не в три часа, допустим, а просиживал с телефона по-другому. То есть нельзя, допустим, убрать у него телефон силой, да. Это все равно, что пытаться избежать в подростковом возрасте избавиться от мата. Понимаете, это же невозможно. И в семье никто, допустим, так не разговаривает. И тем не менее, извините, так скажу, то есть, как сказать, группа, стая, в которую ребенок, особенно мальчик, стремится попасть, да, чтобы быть на уровне, она диктует свои законы. Поэтому где-то мы должны и, ну, как бы и не увидеть это, где-то сквозь пальцы посмотреть, но тем не менее обязательно вот нужно выслушать его мнение. Потом вот иногда смотришь такую картину, там, например, там папе или маме, да, там ребенок начинает вот за поем рассказывать, что было в школе, какие там занятия, как там что. И вот когда родители действительно внимательно слушают все и видят, что ребенок хочет рассказать, хочет делиться, это уже в какой-то степени вот первый такой шаг, да, что уже не будет неврозоподобных стояний, не будет различных там вот этих ситуаций. А чаще-то как? А чаще отмахиваются, да. То тут позвонил кто-то, то тут еще что-то, да, то в соцсети какие-то. Да, и вот хочу сказать по поводу, допустим, вот этой вот адаптации, когда вообще у нас мозг очень пластичен, и где-то в сутки 700 нейронов вырабатывается. Уже теперь доказано, что нервные клетки восстанавливаются, вот, и подростковый возраст сохраняется у особенно мужчин до 30 лет. То есть электрогенез полностью формируется у мужчин к 30 годам. И поэтому, вот когда мы, допустим, клиповое мышление у детей, потому что они смотрят ролики в основном. То есть подражание какое-то вот это все, да? В это время мозг не развивается, нейроны не образуются. Только лишь, когда ребенок, или не только ребенок, взрослый человек читает, запоминает, только тогда образуются новые нейроны. И поэтому, понятное дело, что для того, чтобы развиваться, нужно много читать. Ну, и это тоже ребенку нужно объяснить. И прививать нужно это. И прививать это нужно, да. И, как правило, в подростковом возрасте, ну, для многих детей мама с папой не авторитет. Значит, нужно найти такого человека, который авторитетен для ребенка. Такими часто бывают и педагоги, и тренеры в каких-то кружках, там, и спортивных секциях. Ну, вот, если такое вот случилось, да, у ребенка, то это повезло и родителю, и ребенку. Ну, в принципе, он даже может делиться с родителем, что вот он нашел такого товарища, с которым делится, там, да, или какие-то вещи рассказывает, там, да, действительно, правильно вы говорите, тренер в секции, там, старший друг, может быть. Но вообще, конечно, хорошо, когда все-таки родители выступают в такой роли, да, друзей, каких-то вот таких сотоварищей, как говорится, да. Обязательно надо приглашать детей домой. Обязательно, да. Друзей, вот, своего ребенка. И приветствовать, когда хочешь там сходить куда-то, да, к одноклассникам. Вы, потому что родители должны знать окружение своего ребенка. А где они... Чем он дышит, чем... Да, совершенно верно. Слава Труна, а вот депрессия, вот депрессивное состояние, это все-таки вот медицинские диагнозы, да, клинические диагнозы, или это... И в каком возрасте он бывает, и какое воздействие может специалист сделать, чтобы это не получило развитие какого-то? Вы знаете, депрессия как диагноз, диагноз, значит, психиатрический, это серьезный диагноз с определенными симптомами, которые лечатся определенными препаратами. То есть он отдельно не бывает, вот, да, то есть все равно идет на какой-то основе. А то, что как бы среди общества больше всего практикуется, то это вот состояние депрессии, когда у тебя плохое настроение. То есть это эмоции, это срыв адаптации, либо большие нагрузки, либо некачественный сон, а сейчас у нас это сплошь и рядом у детей некачественный сон, либо нет вообще восстановления после, допустим, трудовой рабочей недели. Вот, и вот это вот состояние эмоционального напряжения, тревога, волнения. То есть такое, оно должно быть комплексное, да, наблюдение? Да, у детей в основном, конечно, это синдромы, вот, астенические, 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 депрессивные, какие-то неврозоподобные. Вот, это вот как раз именно те состояния, которые мы называем депрессией. Санна Петровна, а вот если, например, ребенок вот в плане питания, да, вот, ну, он не хочет, например, там, есть горячее, вот, очень много у нас таких вопросов поступает от родителей. Он не хочет вот есть, там, да, горячее, он хочет вот фастфуды, хочет вот эти быстрого приготовления, это все вкусно, как бы, да, в какой-то игровой форме все это предоставится, в ярких красках все это. Вот как все-таки приучить ребенка к такому нормальному домашней еде, приучить его к тому, что нужно есть горячее, да, обязательно нужно быть завтрак, обед и ужин, там, полник, да, то есть вот как привить к культуру питания, как говорится, да. Вы знаете, культура питания, она, наверное, идет даже еще от бабушек и дедушек, да, потому что как бабушка с дедушкой воспитывали своих детей, так и будут дети прививать своим, что должно быть там, допустим, первое на обед, да, что утром каша. Вы знаете, как это заметно, что дети, когда им предлагаешь хорошее питание, да, здоровое, то есть приготовленное прямо сейчас же вот к приему пищи, они отказываются и покупают, ну, различные, да. Ну, вот что поделать? Ничего не поделаешь, потому что это тоже, с одной стороны, диктует так общество, но то, что мы умеем сделать дома, мы это обязаны сделать. Ну, может быть, то, что там тронут в какой-то вот такой игровой манере, да, может быть, даже какой-то, как в плане награды, как вы говорили, это опощение. Да, ну, сходили, да. Да, поедим сейчас вот горячее, поедим там, да, потом сходим в кино, например, там, или сходим на прогулку, или там потом пойдешь встречаешься с друзьями, там, да, или сходишь в гости. И сходишь тоже, допустим, какой-то бестро и там покушаешь. Но в основном это должна быть правильная еда. Да, вот знаете, есть такое понятие синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Сейчас уже пришли к тому, что это медико-педагогическая проблема. И вот одной из причин вот этого синдрома дефицита внимания, да, и гиперактивности в основном, даже, например, являются пищевые добавки. Вот если ребенок выпил сок с бензоатом натрия, ну, вроде добавка, да, такая, которая практически везде есть. Ну, допустимая, да. Допустимая, да. Вы понимаете, значит, наблюдались дети 3-5 лет и 8-9 лет. У них гиперактивность по определенным шкалам повышалась в 3-5 раз. По определенным шкалам. Понимаете, то есть это зарубежное исследование, оно рандомизированное, и все это уже доказано. Наукой доказано. Ну, и там еще красители различные, допустим, туда же входят. Поэтому, ну, что? Я предпочитаю, что это должно быть, вернее, предполагаю, что это должен быть компот, кисель со свежими фруктами, ягодами. Ты лучше дай ребенку яблоко, чем, допустим, купить ему сок. Ну, уж если сок какой-то там уж необходим, то это должно быть адаптировано для детского питания. И тем не менее, лучше, конечно, натурально. Слава Петровна, ну, сейчас уже такая хорошая тенденция вырабатывается, да, это, конечно, усилия и медицинской отрасли, да, и в целом, вот, как бы, да, и нашего медицинского сообщества, что сейчас все-таки появляется такая культура здорового образа жизни, да, такая есть, такая уже есть. И это радует в какой-то степени, да, начинаются какие-то вот такие хорошие сподвижки, да, уже люди действительно говорят, я здоровый образ жизни, да, занимаются активным, какие-то физические активности. Да, даже хвастаются, да, даже хвастаются, да, перед другом, что вот, да, без какого-то зазрения, то есть, закупывают головой, да. И вот я именно про это хочу сказать, вот, как ребенку привить вот эти основы здорового образа жизни, да, включающие в том числе и гигиену тоже, да, ведь бывает такое, что ребенок, например, отказывается, там, сделать зарядку, там, да, физическую активность какую-то проявлять, там, на прогулки ходить, там, не хочет, там, умываться, там, или еще что-то, ну, как говорится, бастует, да. Вот, вот, вот как тут родителям себя повести, как найти вот это вот какое-то взаимодействие с ребенком, чтобы приучить его к этому? Ну, вот, в общем-то, вы такую проблему затронули, которая встречается у неврологов, то есть, обращаются родители с такими жалобами. Если, допустим, это принято в семье, и ребенок видит, как нужно себя вести, как утром встать, зубы почистить, вечером почистить, еще что-то сделать, и все это вместе с родителями совершается, это нормальная ситуация, он все равно к этому привыкнет. И даже если у него будет какой-то период протестный, он все равно с течением времени, с возрастом, он придет к тому и будет делать так, как его научили дома. Но в последнее время участились такие жалобы, как, допустим, ребенок не переносит воду, то есть, вообще, он не может умываться, ребенок не кушает никакой пищи. Вы понимаете, это или ребенок кушает только определенный какой-то набор продуктов. Вот здесь уже, конечно, нужен специалист. И, понимаете, сейчас все больше и больше таких детей. С чем это связано пока? Я думаю, что, наверное, скоро будут ответы на такие вопросы. Но вот если это, допустим, очень протестно и неожиданно, то нужно обязательно к специалисту обратиться. Саннатольевна, мы говорим в основном все-таки про детей школьного возраста. Поэтому мы уже с вами сейчас неоднократно уже сказали, что родители все-таки должны заметить первыми какую-то причину, какие-то изменения в поведении ребенка, это все понятно. А вот педагоги тоже, да? Здесь должен быть контакт педагогов, родителей тоже, в том числе, спрашивать, как он себя ведет, как чего. То есть, как найти какой-то консенсус здесь? Ну, конечно, как говорят... Понятно, что все из дома и из семьи, конечно. Повезет с педагогом, значит, все будет хорошо. Как бы не в обиду никому будет сказано, так же, как и совсем, да, повезет. Конечно, первый, кто, особенно если работающие родители, да, приходящие домой поздно, мы сейчас не секрет, все очень много работаем. Вот, конечно, первый, кто должен заметить, ну, какое-то необычное поведение ребенка, это учитель. Это учитель. Но он тоже может как-то поделиться с родителями. Конечно. В какой-то, конечно, мягкой форме такой, ну, обратить внимание, может быть, там что-то, да. Потому что ведь, в принципе, вот, судя из нашего, Даша, с вами разговора, да, ведь все поправимо, да. Все поправимо. Все исправляется, все корректируется, да. То есть, вот, просто нужно вовремя выявить вот эти состояния, да, вовремя обратиться к специалистам, и тогда все будет хорошо. Или изменить что-то в образе, да, поведения. Ну, нужно общаться с педагогом, обязательно общаться. Не только приходить, допустим, на собрание или не приходить вообще. Нужно просто общаться, подойти, позвонить, если педагог это разрешает, и обязательно спросить про своего ребенка. Или вдруг, например, родители видят, что у него резко изменились оценки, ухудшились. Ну, значит, надо что-то уже, да. Да, это уже, значит, звонок, да, и очень такой громкий звонок. Не катастрофа, но надо обратить внимание. Звонок, да. Почему? В чем дело? Хотя родителям кажется, что он вот ушел в свою комнату и как будто бы готовится к урокам. А тут получается совсем не так. Это вот первый симптом, на который стоит обратить внимание, что ребенок стал учиться хуже. Ну, допустимо это, допустим, в пятом классе, когда ребенок переходит в общую школу. Это допустимо, потому что вот эта адаптация, о которой я уже говорила, она немыслимая вот в это время именно, когда вот 9-10 лет, тут возникают еще и вот эти кризы гормональные, возрастные, плюс еще множество разных учителей, много новых предметов. И, конечно, тут вот очень нужна поддержка родителей, педагогов, психологов, конечно. Ну, и уже по традиции какие-то такие добрые советы, и от главного специалиста невролога детского, и как просто от человека, ну, и родителям, может быть, и детям уже можно, да, к подросткам тоже какие-то советы? И детям уже можно. Ну, что бы я хотела сказать. Вообще, когда рождается маленький человек, а мы видим их прям буквально с рождения, рождается новая жизнь. Понятное дело, что не каждый может пронести эту жизнь достойно, но мы, родители, это самое главное, в чем мы должны во всем поддерживать их. Понятное дело, что здоровье – это основополагающий момент в жизни любого человека, но мы должны еще и смотреть окружающуюся обстановку, психологические аспекты. А все это называется одним емким словом – любовь. Вот и все. Любовь к ребенку, да. Вы знаете, и других универсальных советов у меня нет. Спасибо. Вот если мы все делаем вместе, если мы любим друг друга, все будет нормально. Спасибо большое, Светлана Петровна. Пожалуйста. Ну что ж, вот такой интересный у нас сегодня разговор получился. Я всем желаю здоровья, счастья, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Ваш доктор Смирнов.